Всем привет, с вами Ford и сегодня мы продолжаем обзор автомобилей в игре City Car Driving. На этот раз у нас такой достаточно интересный экземпляр, а именно ВАЗ-2114 Самара в тюнинге. Видите, так у нас выглядит внешний автомобиль, достаточно симпатичный, оригинален, я бы конечно в жизни назвал бы, что это колхоз, но тем не менее что-то в этом есть, поэтому будем тестировать. Итак, внешне у нас так машина выглядит, видим, есть красный неон, ксенон стоит, посмотрим, что у нас в салоне. Вот такой у нас салон, все достаточно стандартно, но не совсем, есть слева вот какой-то датчик, по центру есть у нас несколько датчиков, то есть видим, что машина затюнена и как бы интересно. Также хотел бы отметить, что у автомобиля затюнен двигатель, его мощность становится что-то около 150 лошадей. Давай, заводись. Итак, первая передача, поехали. Ну, пока что особых отличий между обычной 14 и этой затюненной нет, но проедемся и увидим. Уже чувствуется, что подвеска тоже сделана немного пожестче, то есть это не совсем стандартная машина, это уже понятно, хотя даже по одной торпеде это дело все можно увидеть. Из недостатков именно конкретно данного мода, или может что-то с машиной не то, но она что-то время от времени глохнет. Не знаю, с чем это связано, может здесь как-то неправильно отрегулирован двигатель, может здесь просто элементарно не совсем нормально сделан мод, но вот когда отпускаешь сцепление или когда сильно газуешь, то машина почему-то глохнет. Вот видите, опять заглохла, даже не знаю, с чем это связано. Давай. Давай. Поехали. Такое ощущение, что здесь что-то или со стартером не то, или, ну в общем, что-то наглохнет, не знаю почему. Ну, я думаю, тест-драйв все-таки удастся провести, и самые основные моменты я вам расскажу. Вот видите, отпустил газ, и машина опять заглохла. Такое ощущение, что здесь такой, знаете, советский аналог старт-стопа стоит, как-то так. Это, конечно, минус. А если учитывать то, что мод является платным, то это как бы ему не плюс. Конечно, большое спасибо Эльнуру, который предоставил мне данный мод. Он все равно в любом случае старался, хотел сделать что-то оригинальное, в принципе, это у него получилось, просто вот такой есть небольшой недостаток с двигателя. А так, в принципе, нормально. Так, в дворах у нас 14-ка нормально проезжает. Ну, в принципе, это и есть такая своеобразная дворовая машина, поэтому в дворах у вас никаких таких особых проблем не должно быть. Еду специально сейчас на повышенных оборотах, дабы машина меньше глохла. Потому что глохнуть она очень даже гораздо. Так, светофорчик у нас. Тормаживаемся. Ну, вот видите, сейчас не заглохло. То есть, с чем связано то, что автомобиль глохнет, я не знаю. Пишите, ребята, в комментариях, как вы думаете, почему так произошло. Или если, Ильнур, ты смотришь этот тест-драйв, напиши мне, пожалуйста, почему вот твой автомобиль время от времени глохнет. Может, ты его как-то неправильно оттюнил, я не знаю, там, чипанул, как-то переиграл, малость не знаю. Опять же-таки, повторюсь, в данном автомобиле порядка 150 лошадей. Это намного выше, чем у стандарта, поэтому та же динамика и разгон должны быть тоже получше. Сейчас, если получится, мы сделаем первый замер. Нет, здесь, наверное, пробовать не будем. Уже за перекрестком мы попробуем разгон, динамику и тому подобное. Ну, вот как бы глохнет машина и всё. Не знаю, с чем это связано. Что-то не хватает. Это, знаете, как и в жизни тоже бывает. Вот на нейтралке машина глохнет. Да не только на нейтралке. Например, смотрите. Отпуская газ, тормоз, всё нормально. Газ в пол, отпускаю. Не заглохло. А у меня даже такое бывало, что машина глохла. Ну, ничего, с буксом он, мы видим, нормально так рушает. Буксует то, что надо, хоть что-то радует. Ну, что это такое? Ну, куда ты тормозишь? И опять заглохло. Да ёлки ж ты, палки. Такое ощущение, знаете, вот тоже иногда может какого-то сложиться, кто первый раз. Мои тест-драйвы смотрят, что я как бы не умею ездить, там рушая неправильно. На самом деле, всё я правильно делаю. Вы можете это увидеть по камере с педалями. Вот. Но машина что-то глохнет. Ладненько. Это всё хорошо. Давайте попробуем первый замер. RaceLogic настроился. Всё вроде нормально. Поехали. Итак, у нас 8.43 до 100, до 60 за... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. До 60 за 4.74. Квотер 16.91. Неплохо, неплохо. Как для автомобиля советского производства. Ну, как советского, русского. Это очень даже неплохо. Вообще, машина является рестайлинговой версией ВАЗа 2109. Выпускался с 2001 года по 2013. Потом производство данного автомобиля прекратили. Я, в общем, заметил тут такую ситуацию, что здесь нужно просто плавнее играть газом. Плавнее отпускать, плавнее газовать. И всё будет нормально. Как-то так. Вообще, с педалью я помягчу. Давайте ещё раз замер проведём. Ну, вот заглохнет. Кто замечает, я когда переключаюсь, машина реально глохнет. 8.87 до 100. Стандартно разгоняется где-то с 11.13. Так, ну, максималочка неплохая. Уже 160 едем. До 160 за 17.55. Так, машина немножко бросает. Ну, да, конечно, быстро и быстрая зараза. Сейчас, наверное, 200 поедет. Да, уже 200. Как для 14-ти очень-очень много. Так, что у нас с тормозами. Ну, ABS у нас, понятное дело, нету. Поэтому, слышим характерный звук, блокируются колёса. Я думаю, что если автомобиль так затюнили, то можно будет, ну, можно ABS, в принципе, при желании поставить. Я думаю, что это не есть проблема. Вот, видите, сейчас остановился, всё нормально, она не заглохла. Хотя, делай все те же действия, при том условии, когда она глохла. Вот сейчас заглохла, например. Двигатель достаточно оборотистый, причём тоже тюнячесть замечается в том, что машина очень быстро набирает обороты. Смотрите, вот я вам сейчас продемонстрирую. Так, встали. Пустили, всё дела. Видите, я только немножко притравил до газа, она уже там по своих 7000 раскручивается очень быстро. И опять же таки заглохла. Почему, непонятно. И опять заглохла. Чё-то, чё-то ей не хватает. Может здесь холостой ход низкий, как вариант. Тоже может быть встать. Давай, давай. 8,51 до 100 у нас. Я из 7 с чем-то выезжал, когда тестировал в одиночку. Но сейчас этого не получается. 16,83 до 160. Ихууууууууууууууууууууууу, неплохо. Так, неплохо. Но по управляемости машина конечно бросает, но найти терпимое вам скажут. Жить можно. Есть, а ну есть шестая передача Да, и шестая есть Ничего себе, здесь еще коробку поднимали Так, оттормаживаемся, оттормаживаемся Ну, такая, если бы не глохла Я вот почему-то склоняюсь, что здесь что-то с холостым ходом не то То есть, ниже нормы, поэтому она не вытягивает и глохнет Ее нужно постоянно держать на оборотах, скажем так Скорее всего, что так и есть Я, как бы, вроде не первый день за рулем, поэтому знаю, что говорю Ну, или опять же, ребята, пишем в комментариях, что вы думаете по этому поводу Почему так происходит Ну, опять заглохло, видишь, ну, блин Что ты будешь делать? Давай, заводись Постоянно, знаете, вот таковое ощущение, ну Сама же машина по себе инжекторная, это по-любому Вот, туда-сюда подсоса никакого не может быть здесь Но, тем не менее, такое ощущение, что вот подсоса не хватает Как-то так Будем потихоньку сейчас заканчивать наш тест-драйв Потому что, к сожалению, этот мод не самый удачный Не самый хороший, не самый качественный в моей серии Моих тест-драйвах Но, тем не менее, достаточно интересен По крайней мере, внешне Ну, и максималка, конечно, у него очень-очень приличная Это я вам серьезно говорю Это, конечно, плюс Однозначно Давай, 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 давай Так, заглушили Поставили на ручник Ну, вот еще раз покажу вам внешность машины Вот такая она, достаточно интересная Ладненько, на сегодня все Пишем в комментариях, как вам машина Как вам мой тест-драйв Понравился, не понравился Какие автомобили еще хотите увидеть Ставьте лайки, дизлайки Всем всего хорошего и пока Субтитры сделал DimaTorzok